Слава на Бога за нашите деца, за техники преподаватели и за родители, и за бабушек, и за бабите, которые должны баловать их немножко. Да, които треба малко да поглезват. Видел снимки здания, которые мы хотим выкупать для церкви. А тези, които дойдоха малко порано, можаха да видят тук снимка на една сграда, която те първо ще купуваме. И знаете, мне вспомнилась одна история, которую рассказывала сестра, она приезжала к нам в гости. И знаете ли, вспомних се за една история, която беше рассказана от една сестра. Она говорит, что у них была небольшая церковь, и они решили покупать здания для церкви. И как-то все они ждали спонсоров, что кто-то поможет, просили, чтобы им помогли кто-то с финансами. Тя идвала от неголяма церква, тази сестра, и решили се да купят едно здание, и са търсили начин, кой да ги спонсорира. И Бог им открыл. Молитесь за то, чтобы у вас были финансы, за то, чтобы вы зарабатывали столько, чтобы вы могли десетина и приношение сами выкупить это здание. И тогава Бог им казал, дал им откровение, старайте се да работите добре така, че това, което получавате като заплата, да е достаточно, за да можем да купим това здание. Они стали молиться и двигаться в этом направлении. И разбира се, че те в това направление започнали да се движат, да се молят. И через некоторое время, действительно, их заработки стали подниматься, и они выкупили здание. И така се получило. Те започнали да получават повече финанси, и така че с тези финанси те са купили зданието. Така че я думаю, что это вызов не только для пастора, а для всех нас. Така че, аз мисля, това не е само призыв към пастора, но към всички вас. Аминь. Аминь да кажем. Аминь. Аминь. Слава Богу. Бог в силах нам дать здание. Он в силах поднять наши финансы, когда мы знаем, во что мы их вкладываем. Разбирай се, че когато Бог виждавав, как воги в нас, каков е наш вклад, тогава то ваше се получи. Но тема моего, я бы сказала, это слово и свидетельство, я не буду говорить, что это проповедь, мира фимиама. Да, сега не бих казала, че това, което ще каже, е проповед, по-скоро е свидетелство. И това е за тамиана. Мира. За мирото тамиан. За мирото, като тамиан. Что такое фимиам? Знаете ли, какво означава тази думичка на български? Тамиан. Но кто читал Лермонтова и Боротынского, наверное, знаят, они в своей поэзии использовали это слово фимиам. Който чел руските поети Лермонтови? Боротынски. Боротынски. Те используют това слово в тяхната поэзия. Мы сейчас все подумали, вы какая я умная, да? И сега все мислите, че аз съм много умна. Не, я просто хотела посмотреть в гугл, переписать название фимиам и сразу стихотворение Лермонтова и Боротынского с этим наименованием. Да, аз влезах в интернет, исках да проверя какво означава това слово. Той скочи така във угла и разбрах. Това означава тамиан. Да. Тамиан на самом деле использовались в Ветхом Завете священники при священодействии. Тамиана се использваше в Стария Завет от священниците, които с тамиан священодействаха. И гугл говорит о том, что это благовонное вещество, сжигаемое при богослужении. Това е благовонно вещество, което се слага в огън. И оно издавало очень приятный аромат благовония. Да, получава се един лек дим и от това се разнася едно приятное благовоние. В православных церквях сейчас тоже кадилом, видели, да, когда делает вот это, оттуда дым идет. Это прообраз фимиама. Да, това можем да го видим в нашите братски православни церкви, където се использва в така священническата кадилница. И това е преобраз на нещо добро. Ну, на самом деле, прообраз фимиама мы увидим сейчас, что это такое. Давайте откроем откровение, пятая глава, восьмой стих. Хайде сега да утворим на откровение, пятая глава, осмин стих. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред агнцем, имея каждые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Что такое? Это чаши, полные фимиама, которые есть суть молитвы святых. Какая това чаша-то полна со стамян, куято означало, что това с молитвити насветите. Знаете, получается, что с неба приходят на нас благословения. Аминь. Бог изливает благословения с неба. Но земли на неба мы возносим фимиам. Мы возносим что-то Господу. Да, получается така, что мы от неба идем благословения. От неба идем благословения върху нас. Но ни пак от земята, обратно, через молитвите, при нас сами тамиан. Това е молитвите на святиите. Смотрите, написано, золотые чаши, полные фимиама. Полные. Обърнете внимание, че чашите бяха полни с тамиан. Тамиан. Полные. Полные. Да? Полные. Не наполовину, не посередине, не чуть-чуть. Они были полные. Не посредата, не малко повече, но просто полные. Полные. Вот когда-нибудь у вас в жизни было такое, что вы начинали какое-то дело и не доделывали до конца. А случилось ли се при вас в вашей живот, когато започвате нещо и не можете да го завершат, не стигате до края му? Ну, вроде бы начали, да? Вроде бы молимся. Ами, като чили сме почнали, като чили се молим. И потом смотрим, но не видно результата. Ай, ладно. И бросаем. Да. Знаете, мы часто, когда общались, когда вот мы были такие начинающие верующие, мы молились. Боже, дай любви, дай любви к людям, дай любви к сестре. И знаете, что получалось? Получалось так, что эта сестра или брат начинали вести себя еще, может быть, более, ну, как сказать, ну, хуже, что ли, более раздражало это нас. И мы не получали, мы думали, мы сейчас помолимся, Боже, дай любви, Бог наполнит нас сверхъестественной любовью и все будет чудесно. Когато бяхме в началото на вярата, още бяхме съвсем млади и ние се молихме непрестанно с това, с това слово. Господи, дай мне любов, напълни нас любов, но напълни и братите и сестрите. И очаквахме това, така очаквахме тази любов, че стигахме до раздразнителност. На самом деле, когда мы просим Бога о чем-то, не получается так, что мы прямо вот попросили и сразу же мы получили. Это путь, по которому мы проходим. И колкото да ни е настранно, когато се молим за нещо пред Бога, ние трябва да чакаме, да го получим, макар, че да не го виждаме, да не виждаме резултата. Мы иногда останавливаемся на полпути из-за недостатка терпения, из-за страха, который нас напълняет, из-за неверия. Понякога се случва така, че оставяме, стигаме до средата на пътя и поради страх, поради малуверие, ние не продолжаваме по нататък. Что это такая чаша, полная фимиама, которая есть молитва наша? Какво е това чаша, пълна с стамян, което означава молитва? Мы можем начать молитва за что-то, но не увидев результата, мы просто останавливаемся. Эта чаша не наполненная. Какво означава това чашата, стамян, да не е пълна? Ами това е, че се молим и вместо да продължим, ние спираме на средата на пътя, ето това е чаша, която не е пълна с стамян. Если мы хотим видеть результат, нам нужно наполнить чашу фимиамом, нужно наполнить чашу молитвами. Ако искаме да имаме резултат, то треба тази чаша да е напълним. С какво да е напълним? С молитвы. Я, когда была неверующая, но уже на подходе, так сказать, к моей встрече с Богом, перед покаянием... Я бях съвсем вярваща, така стъпвах към вярата, пристъпвах. Я прочитала книгу «Жизнь после смерти». Аз прочетох книгата «Живот след смърта». Аз мисля, че ако поискате, можете да я намерите в интернет. Там описание в основном западных, зарубежных врачей, которые рассказывают о том, что видели люди во время клинической смерти, что они переживали. Същността на тази книга е, че западни лекари дават свидетелство о своята практика, какво са видяли, когато хората умират, умирайки. Да, и в основном ето одно и то же. Ето или тунель, свет, встреча с Исусом или ад видели. И разбира се, случаите са все едини същ, като че ли тунела, после те са видяли ада и после се връщат. И у мене произошло осъзнание вообще, кога я иду после те книги. И тогава в моето съзнание дойде, и защо къде отивам аз? У мен появился страх. Я поняла, что я не попаду в рай. И тогава дойде при мен страх. И аз разбрах, че няма да попадна в рая. Я стала искать Бога, я стала посещать церкви православную сначала. Мне нужен бил ответ. И разбира се от това, аз започнах да посещавам често церква, разбира се в началото в православна. Но ко мне пришло четкое осъзнание моей греховности. Но по-важното е, че до мене, в мене вътре, аз осъзнах за моето греховно естество. И когда я пришла в церковь, я пережила покаяние, аз преживях покаяние, и ощущение, что мои грехи, они омыты, я очищена. И дойде приятното чувство, че моите грехове са простени, измити са буквално. Но знаете, что пришло? Пришло переживание за моих родных и близких. Куда идут они? А после, какво? Последва същата тревога за моите близки. Аз отивам там, на правилното място, а те... Куда они идут? Къде те отиват? Я думаю, мы книгу все прочитали. Почему у меня произошло это осъзнание, у них не произошло это осъзнание? И защо се получава? Аз, четейки тази книга, разбрах. А те, защо това не го разбраха, не го осъзнаха? Ну, я начала молиться за них. Започнах да се моля за тях. И естественно, я думала, вот, час, месяц, два и все они прибегут в церковь. И аз и мислих, а, мето, един-два месеца ще минат и те направо ще побегнат към церквата. В Библии я увидела слово, спасешься ты, спасется весь дом твой. Да, и в Библията какво четях? Ако се спасеш ти, ще се спаси целияте дом. Ну, я сказала, ну все. И аз все казах, ами, добре, все. Това е всичко. Но не работала. Но това не заработи. И както пастор сказал с кафедры. Он сказал, как часто и как долго вы молитесь за своих родных и близких со слезами на глазах и на коленях. И тогава от Анвона нашият пастор каза нещо много важно. Че за да искам и нашите близки да се спасат, не трябва да бъдим на колене и да се молим притува со слези на очите. Мы важно знать наше права и обетование. Есть обетование. Спасешься ты, спасется весь дом твой. Разбирайся, че не знаем и свойте задолжение, чеаку. А се спасеш, че се спаси мое дом, твоя вяра. Но помимо этого еще что-то нужно делать. И Библия говорит, что это молитва за наших родных и близких. И Библия таказва, че това е молитва за нашите близки и за нашите роднини. Про возглашение. Еще одно. Еще одно что-то. Да, освен да прогласяваш молитва. Третье, это знаете, что нужно? Знаете ли какво е третото, което е нужно? Это нужно идти к людям и говорить им об Иисусе. Да, което е нужно. Това е да отиваме до хората и да им говорим за Иисус. Потому что написано, что нет пророка в своем Отечестве. В наших семьях не принимают то, что мы говорим. Но если мы хотим, чтобы к нашим родным и близким пошли люди, да, Бог послал людей, которые бы им проповедовали. Написано, как хочешь, чтобы ты поступали с тобой, так и ты будешь поступать с людьми. Да, и как то знаем и от Библията, че не всякий човек е пророк в родината си, оттам в семействата си. Тогава идва у нова намерение другите хора да отидат до нашите близки. Тоест, така как то с тебе са поступали, така и с тях сега. Если мы хотим, чтобы к нашим родным шли и проповедовали слово, что нужно нам делать? Нам нужно идти проповедовать другим. Да, а вы как мыслите? А к някой дойде до нашей близки, нашей роднини, вы как вам мыслите? Да, и знаете, наверное, Бог так специально сделал, потому что если бы, вот я на тот момент спаслась бы, моя бы семья спаслась бы, ну а что мне еще нужно, в принципе, да? Ну классно же. Все, мы с Богом вместе, всей семьей идем на небеса. Ами, а кубеши всичко така, нали, а сам се спасила, и няма да има проблеми за мою туси. Семейство всичко, то това е такая идеалная вариант, но... У кого еще есть члены семьи, которые не приняли Иисуса Христа? Кои има още в семействе туси хора, които не са приели Бога за свой спасител? Я думаю, что у каждого из нас. И знаете... А в смысле, че всякий один от нас. Я сейчас вам расскажу очень хорошую весть для вас, подтвержу истории вообще, вот то, что я переживаю последние два года. Это вас вдохновит, но это не должно нас успокоить. Полтора года назад мы в Бургасе познакомились с одной сестрой. Я проходила мимо и смотрю корейский магазин. Я захожу и вижу, о, кореянка наша говорит по-русски. Мы познакомились с ней и подружились. И така, преди година и половина, аз вървях така по улицата и срещнах една сестра, която имаше магазин и имаше корейский происход. И аз се зарадвах на това. И я ей говорю, что мы верующие тоже периодически ездим в Сеул. И она мне говорит, о, у меня вся родня верующая. Все ходят в церковь, только я не хожу. И се оказа така комично, според мен, че тя казва, да, аз отговорих, че ни често ходим в Сеул, в Корея, а тя каза, нали, категорично, всичките мои близки, всичките моите роднини ходят в церква, само аз не ходя. Но я понимаю, кто меня сюда прислал, да? Ее же родственники молятся за нее, съгласны? Весь род спасен, она одна нет со своей семьей. Я говорю, ааа, так это я ради тебя сюда пришла. И аз какво да кажа по този повод, нали? Ето аз отивам при нея. Ако всичките роднини и близки не са се спасили, ето аз идвам при тебе точно по този повод. Мы разговаривали с ней о Боге, мы часто встречались, ужинали с нашей семьей, это продолжалось в течение полтора года. И в течение на година и половина ни дружихме, гостувахме се, обядвахме заедно. Она на Рождество приезжала вместе с нами встретить Рождество. Тя идваше при нас и празнувахме Рождество Христово. Она нас пригласила к себе домой, мы разговаривали с ее мама, и ее мама помолилась, покаялась, приняла Иисуса Христово. И тя не канеше на гости, не отивахме, говорихме с нейната майка, която впоследствие се покая и прием Господ Иисус Христос за Спасител. И вот на этой неделе мы опять встречались с ней в Бургасе. И она рассказывает, что она вернулась с Ташкента, ее мама умерла, но, слава Богу, она приняла Господа. И тя рассказа нещо, что только что се връща от Ташкент, но нейната майка е починала, но тя е починала покаяна. Тя се покаяла. Но самое интересное, что на похороны к ее маме пришел, ее муж, то есть отец этой девушки, который никогда не принимал благую весть, он сказал, не говорите мне о Боге, не говорите мне о церкви, он пил и курил всю жизнь. Да, на погребението е дошъл съпруга на тази жена, която е починала и в същото време баща на момичето, с което ние общуваме. И той беше такъв човек, че цял живот е пил, пушел и бил голяма тист, не вярвал в Бога. И вот на похоронах пришел пастър, пригласили пастъра, но на погребението бяха поканили пастър. И он сказал о том, что нужно принимать Бога. Вы не знаете, куда вы идете после смерти. И ее отец покаялся. И той започна да обяснява, че човек трябва да се покая, защото не знае, къде отива. И чувайки това, нейният баща се покаял. Аллилуйя! Аллилуйя! Вы знаете, это огромная радость, потому что в последний момент, за 10 дней до смерти, человек принимает Иисуса Христа. Это огромная радость. Разбирате ли тази огромна радост, заради това, че 10 дена преди смерти ти си имал возможность да се покаяш? Разбирате ли го това? Я вижу действие Бога в этой семье. Я вижу действие Бога по молитвам верующих, которые молились за эту семью. И аз можах да видя и да се убедя действието на Бог чрез молитвите на тяхните близки и на мен също да види какъв е резултатът. Когда мы были два года назад в Южной Кореи, или три года назад, я почувствовала атмосферу там. Там очень легко молиться. Очень легко молиться. И когато се върнахме последния път от Южна Корея и бяхме в това семейство, можах да почувствам атмосферата. Лека атмосфера, приятна атмосфера за молитва. Да, във все Южна Корея е легко молиться. Ты въезжаешь в Южную Корею и ощущаешь, как легко молиться. Да, малка поправка, че това се чувства, когато влезеш в Южна Корея. Ликота и желание за молитва. Нас пригласили год назад в одну семью, говорили, пожалуйста, поживите у нас несколько дней в нашей семье, потому что мой муж не принимает Иисуса Христа. Я уже много лет в Боге, а муж никак не принимает. И тогава там едно семейство, което беше любезно да ни покани, да гостуваме в тях, и жената ни помоли. Знаете ли, моя съпруг не е вярваш, хайде да се помолите за него, за да му помогнем да повярва. Мы уже говорили об этой истории и рассказывали. На второй день он исповедался. Мы потом уехали, через месяц он уже ходил на домашнее служение, через полгода он стал членом церкви. И след няколко дена той наистина, ние се помолихме, той беше подготвен, и след 10 дена той започнал да ходи на церква, на домашна церква, а след месец той вече посещаваше церквата. Знаете, это атмосфера, промолена атмосфера. Това се казва изпросена атмосфера за молитва. Я говорил мужу, слушай, вот так вот, чтобы вот на второй день он уже готов и исповедался, уже говорит, дайте ладно молитву покаяния, я сам ее прочитаю, не в вашем присутствии. Я думаю, ну вообще, это же, ну просто красота, можно работать с такими людьми. И разбира се на цялата тази ситуация, аз се възхитих така, бях много насречена, аху, на втория ден сам прочети молитвата, и аз тогава се казах, ами, така с хората, спокойно може да се работи. И пастора говорят в Южной Корее, вы знаете, идут легко люди, те люди, которые в Казахстане, в Узбекистане, в России не хотели идти в церковь, в Южной Корее идут в церковь и наполняют церкви. Они говорят здесь промолена атмосфера. Да, и тогава ние можахме да чуеме свидетелството на корейските пастори, които казваха, че хората, които идва, народа, които идва от Казахстан, много бързо се приобщават в тази атмосфера. Защо е така? Защото атмосферата е обмолена. Може и така да се каже обмолена. Знаете, когато я начинала молиться за своих родних, за свою семью, мой мозг неистово кричал, это невозможно, чтобы они приняли Бога. И сега да ви кажа нещо интересно. Когато аз се молих за моите роднини, за моите близки, моят мозък, като членогласата ми беше такава неистово, няма да се получи, няма да стане това нещо. Это невозможно, потому что, судя по тому, кем они были, их взгляды, просто, ну, это просто боже, бъл абсурд, чтобы они пришли к Богу. Ами, като знам каква е ситуацията и каква е тяхната нагласа, аз просто не вярвах, че това може да стане. Мой отец бил подполковником КГБ. Моят отец ви вече знаете, че той работеше в КГБ като подполковник. Моя мама руководитель напрочь отказавалась принимать. Мой брат работал тоже в КГБ. Мой брат също работеше в КГБ. Его жена тоже работала в КГБ. Жена му също работеше в КГБ. Они говорят, мы из-за тебя только проблемы имеем, что ты идешь по спискам, что ты верующая. Ну, там же у них все там проверяется. И те ми намекваха, че заради тебе не имаме проблем. Защо? Чтото си в списока на вярващите. Ну, меня тоже хотели в КГБ как психолога пригласить, но не получилось. И разбира се, в КГБ ме искаха да работе като психолог, но не се получас, не поисках. Я так неожиданно раз и попала в списки верующих. И оттам, от едно не ваху, попадам в списка на вярващите. Но знаете, для меня стало чудом, когда отец незадолго до смерти стал говорить о том, что он не может спать, что совесть его обличает, что пришел страх, что Бог его не простит. Аз бях невероятно учудена от това, че моя баща започна да има изобличаване вътрешно. Някак се беше неспокоен преди неговата смърт. Той имаше нужда от покаяния. Сам казваше това. Но я вам хочу сказать, что я постоянно молилась и молюсь за своих родных. Но ето тук мога да потвърди, че аз постоянно се моля за моите близки. И продолжавам. Я верю, что отец мой на небесах. А сега виждам и чувствам, че моя баща е на небето. Я просила Бога подтверждения. Бог мне дал подтверждение. Я споисках подтверждение от Бога. И Бог ми даде това подтверждение. Я вам хочу сказать, что если вы хотите видеть ответы на ваши молитвы в реальной жизни, и тогава Бог ми каза, ако искате да видите в реальный живот ответы на молитвы, да, отговоры на ваши молитвы, это я хочу сказать нашим братьям и сестрам, и искам да ви кажа това, което на мен беше казано. Чаша фимиама ваших молитв должна быть полная. Чашата състамяна на вашите молитви. Знаете, одно место посмотрим. Лука 6 глава, 38 стих. Хайде да погледнем на едно място. То се намира в Лука 6 глава. Да, 6 глава, 38 стих. 38 стих. Имаме превод на экрана. Болгарский превод. Сейчас я открою на русском. Давайте и дастся вам мерою доброю, утрясеною, нагнетеною и переполненою отсыплют вам в лона ваше, ибо какую мерою мерите, такую же отмерится и вам. Смотрите, какую мерою Бог дает нам, да? Но это можно сказать тоже о чаше, потому что куда-то же это сыпется. Мера, она добрая, немаленькая, да? Ето, виждате ли по мярката, която се дава в чашата, т.е. това са нашите молитви. Добрая мера, хорошая. Хубава мярка, там пиши препълнена. Утрясеноя, утрясеноя. А чтобы воздуха не было простого, немножко трясут, чтобы все заполнилось. Нагнетеною, т.е. под давлением еще немножечко. Переполненою, т.е. еще и сверху. Отсыпется вам в лона ваше. Отсыпется вам в лона ваше. Да, да, аминь. Слушайте, на Болгарию Бог излил сколько? Море есть, има море, горы есть, планини има, как нова планина, стара планина, стара планина, нова планина, средняя гора. Средняя гора. Все есть. Всичко има. Бог уже отмерил. Аминь. Какво это отмерено от Бога? Земля плодородная есть. Плодородная земля има още. Говорят, воткни. Слушайте, у нас как в Казахстане, кто знает, в степях, арыки делают, чтобы вода пробегала. Здесь дождь пошел, уже все произрастает. Ви знаете, в Казахстан смислях, колко е трудно там, а степите се разорават, за да се търси земя, за да се търси вода, а тук направо тече така от небето. Все дал Бог. Всичко е дал Господь тук. Не надо мурморить. И не треба да мрынками да мурморим. Не надо жаловаться. Не треба да се уплаквами. Все есть. Что нужно? Молитва. Аминь. Всичко има. Какво е нужно? Молитва. Вот полная чаша молитв за родных, за близких, за покаяние людей. Молиться и делать, и двигаться. Аминь. Да, и какво трябва да се напълни чашата с молитва за близки, за роднини и за всички хора. Какво е това? Молитва та е важно. Знаете, плоть всегда она будет противиться Духу. Всегда. Или знаете, че плата винаги се противи. Будет лень молиться. Лень. Ще имам мързил да се молим. Будем говорить, что нет времени молиться. Ще се оправдавам и чинямам и време. Но Бог будет тогда ночью поднимать. Тогава Господь сте вдига посред нощ. Не будете спать ночью. Спомните мои слова. Вставайте на молитву. Няма да спите. Помнете ми думата. Ще ставате през нощта. Аз вече ставам. Да, это из личного опыта. Ничего. Я вам не хочу ничего. Не проклинать ничего. Из личного опыта. Да. Казвам ви го отличен опыт. Аз не казвам сега да ви составим, нали? Просто го знам, че отличен опыт. И аз го знам отличен опыт. Аминь. Аминь. У нас есть обетование. У нас есть оружие. У нас есть молитва. Все дело начинать просто применять. Давайте проснемся уже, да? Всичко имаме. Има ли нещо, което да нямаме? Имаме вооружението на молитвата. Да не се оправдаваме. Просто да се молим. В имени Иисуса есть огромная сила. В именито на Иисуса има огромная сила. Когда мы провозглашаем те обетования, которые Он дал в нашу жизнь. И говорим, что мы это провозглашаем в имя Иисуса Христа. Да и аминь. Это сбудется. Когато провозгласяваме истината, всичките благословения, които са не дали, обещания, по-точно. И когато казваме аминь да бъде, това се получава. Ставане. От нас только нужна молитва и постоянство. Какво се иска от нас? Молитва и постоянство. Кто хочет, чтобы все родственники спаслись и мы встретились на небесах? Кто хочет? Держите руки, держите руки. Чтобы Бог тоже увидел. Аллилуйя. Давайте мы встанем сейчас, помолимся. Хайде, да встанем, да се помолим. Аллилуйя. Боже, я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за то, что мы неравнодушны. Господи, благодарим Тебя за то, что мы неравнодушны. Я благодарю Тебя за то, что Ты учишь нас входить в другие дома, в другие семьи. И тем самым мы это благословение привлекаем на наших родных и близких. Да, аз Тебя благодарю за то, что Ты не вовеждашь и в другие семейства, за другите хора, за да будем заедно всички. Да, и через это приходят благословения в семьи наших родных и близких. И когда мы молим за другите, идем в нашу семейство благословение. И скажи, я не отступлюсь, мои родные будут спасены. Мои родные будут спасены. Давайте, стесняться некого здесь все свои. Мои родные будут спасены. Аллилуйя, аллилуйя, потому что есть сила в имени Иисуса. Есть сила. И если к Вам подходит какой-то страх, что это невозможно, и Богу это не под силу, во имя Иисуса Христа мы прогоняем этот страх. И куда-то при Вас нет страха, что они могут остаться в руку, и сгореть его тоже страх во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, мы сейчас просто будем провозглашать то, что наши семьи спасены. Давайте вместе будем молиться. Мои родные будут спасены в нашу семейство благословение в нашу семейство благословение. Мы проживаем Твое имя, и мы верим, что в имени Твоем есть сила победить дела дьявола. И если есть в наших семьях зависимые люди, во имя Иисуса Христа, мы сейчас разрушаем всякую зависимость, какая бы ни была. Какая бы ни была всякая наша жизнь, алкогольная, наркотическая, зависимость от курения, если ты не можешь, если ты не можешь победить какую-то зависимость, во имя Иисуса Христа, скажи, я не думаю, что это обетование. Я принимаю обетование, моя свобода в Иисусе Христе, если ты боишься, что ты не получишь материальные благословения от Бога, во имя Иисуса Христа, пусть всякий страх уходит. Боже, мы благословляем Господь, мы благословляем эту землю, и мы право вглашаем, что этот семьян молитв наполнит чашу, что она будет полная во имя Иисуса Христа, и что люди будут получать покаяние. И церкви наполнятся, и будет ни одна, ни пять церквей, будет много церквей, и мы видим эти кресты, которые поднимаются, и ночью они будут светиться. Во имя Иисуса Христа, и ты поднимаешь своих верующих, так светильники, они будут светить, они не будут прятать этот свет, но мы будем выходить, мы будем благопетствовать, мы будем входить в дома ближних. И тем самым мы будем на наши семьи, наши семьи будут приходить в благословение, потому что и это сила в имени Иисуса Христа. И мы будем право вглашать сейчас прославление, песни, и просьбу с ямами и хвалами, хвостами, 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 хвостами. Бусина к семям поднимается кalt кубу, и это фирт, что кубу приятно это воскурение, ему сейчас приятно. Твоя молитва она доставляет радость Господу, ему приятно. Аллилуйя. Открываем сад свои, не стесняйся. Не стесняйся. Бdec 듣 duality дает запол judgment. я на твои родные все твои близкие приходят в голову аллилуйя и сейчас увидите обновленными увидите истинными принимающими иисуса аллилуйя и не и нашим близким и при иисус аминь аминь не садитесь мы будем сейчас продолжать провозглашать аллилуйя можно и с вами я буду декларировать сейчас мы брать вперед ony а и и а и и и он и 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 Нет сила, провозглашайтесь. Нет сила, ты винишь в курсах. Все цепи разбить. Все цепи разбить, цепи разбить, цепи разбить. Все цепи разбить, цепи разбить. Все цепи разбить, цепи разбить, цепи разбить. Разбивай! Все цепи разбить, цепи разбить, цепи разбить. Нет сила, ты винишь в курсах. Нет сила, винишь в курсах. Нет сила, винишь в курсах. Цепи разбить, цепи разбить. Цепи разбить, цепи разбить. Цепи разбить, цепи разбить, цепи разбить. Это драгоценная кровь Иисуса, драгоценной крови Иисуса, драгоценная кровь Иисуса. Для того, чтобы все обкрыты грехам, не разбиты. В сердце не разбит, в сердце не разбит. В сердце не разбит, в сердце не разбит. В сердце не разбит, в сердце не разбит. Аллилуйя! Аллилуйя! Скажи, я провозглашаю, моя семья спасена. Она не будет спасена, она уже спасена. Аминь. Потому что есть это обетование. И я буду каждый день молиться. Скажи, каждый день. Я буду каждый день молиться и благословлять своих родных, своих близких и эту землю, на которую нас поставил Бог. Аминь. Аминь.